Ниссан был пионером электромобильного движения. Его лиф уже перешел во второе поколение, а общий тираж батарейных хэтчбеков перевалил за полмиллиона. Однако выход второй модели затянулся, хотя Ниссан предсказывал электрический кроссовер еще три года назад, выкатив шоу-кар со странным названием IMX. Теперь никаких намеков и предсказаний. Японская марка, наконец, показала миру серийный паркетник Ария на электротяге. Притом показала, пожалуй, самое правильное слово, ведь продажи машины на избранных рынках, включая Европу и Японию, стартуют только через год, а остальным придется ждать еще дольше. Похоже, ниссановцам не терпелось предъявить свежую дизайн-философию. Ей отрядили вычурное наименование «вневременной японский футуризм». А раз «вне временной», значит, через год-два или даже десять лет новая стилистика должна оставаться актуальной. И это хорошо для нас, россиян, которым Ария тоже обещана, но не сказано когда. В ожидании есть смысл внимательно изучить характеристики. Тем более, что кроссовер стал первой моделью на новой платформе, предназначенной для целой гаммы электромашин. У этой архитектуры независимая задняя подвеска, поэтому Ария может быть не только передней, но и полноприводной. Другой показатель вариативности – две версии батареи. Блок аккумуляторов упрятан под кузовом, так что пол сделан идеально ровным. Заряжать Арию можно от сети переменного тока. Притом старшая версия готова поглощать трехфазное напряжение при мощности до 22 кВт. Потребляемая мощность от колонки постоянного тока может доходить до 130 кВт. Тем, кто теоретически готов оценить плюсы и минусы электромобильности на себе, приведем одно полезное сравнение. По габаритам Ария чуть меньше нынешнего X-Trail. В плане практичности батарейная новинка тоже мало уступает традиционным авто. Дальность хода, в зависимости от версии, составляет от 340 до 500 км. Притом только электричка предложит управление одной педалью. То есть при отпускании акселератора машина плавно замедляется, без касания педали тормоза. И конечно, такой Ниссан положит на лопатки большинство бензиновых и дизельных соперников, так как самая медленная Ария уверенно выезжает из 8 секунд при разгоне до сотни.